Биомаркер лечения колоректального рака Я не знаю, так это презентация или нет Нет, не та Ой-ой Да? Не, нет Ну ладно, не та, не та Выкручусь Тут появляется картинка Если бы была та презентация Где в принципе какой чернокожий афроамериканец Поднимал бровь и говорила Серьезно, это новый? Серьезно, это прогностический предиктор Тем более прикол о ректальном раке Но на самом деле хочется ответить, что нет Никакой новизны нет Эти слайды я специально удалил, чтобы ускорить процесс Но начнем к тому, что если взять работу 2010 года Как раз это был, наверное, пик работ по циркулирующих опытовым ДНК То можно было отметить, куда смотрели клиницисты Они смотрели, что да, можно изучать функциональные свойства клеток Экспрессию различных маркеров на поверхности эпителии На поверхности клеточек Можно размножать эти клетки Получать клеточные линии И смотреть, как клетки чувствительны К химиопрепаратам или таргетным препаратам Можно даже некоторые клеточки Потом в клеточных линиях пересадить животным Делоксинографные модели И тоже определять чувствительность к химиотерапии Но при коллектальном раке На самом деле все очень и очень негативно Потому что, как сказал Максим Леонидович Циркулирующие опухоли клетки Крайне отличаются от опухоли первичной И тем более от метастазов Как по данным мутационного анализа классической триады Ки-РАС, Н-РАС, Би-РАФ Так и по результатам экспрессионного анализа Даже маркеров Тех же самых стволовости Стволовых опухоли клеток Клеоптериально-мезинхимального перехода Мы видим, что эти маркеры Экспрессию зашкаливает на циркулирующих опухоли клеток При раке толстой кишки И минимально в первичных опухолях И опухолях толстой кишки И опухолях метастазов Кроме того, нужно отметить, что даже Самые циркулирующие опухоли клетки Отличаются друг от друга у одного пациента По результатам экспрессионного анализа Можно выделить как минимум Две субпопуляции таких опухолевых клеток У одного пациента Проведение полногеномного секвенирования Такое вообще действительно стало возможным Это потрясающая вещь И одной клеточке определило, что Если сравнить первичную опухоли метастаза Приколы ректальным раком И циркулирующие опухоли клетки Различие в мутационном статусе Уже по данным всего секвенирования Доходит до 40% случаев Кроме того, было отмечено и различие Различие чувствительности опухолевых клеток К химиопрепаратам Циркулирующих первичной опухоли и метастазах Так, в этом эксперименте изначально Было показано, что Циркулирующие опухолевые клетки Имеют различную экспрессию Таких факторов, как УГТ-1А1 Генов То есть, по сути дела, метаболизирующих Ирина-Текан Генов ABC-транспортеров Которые участвуют в резистентности Оксали, плотина, тимидилат, сантитатазы Которые участвуют в чувствительности К вторпиримидинам И все они отличали По экспрессии в циркулирующих опухолевых клетках Где были максимальные В первичной опухоли и метастазах Таким образом, у нас есть чёткие критерии того Что циркулирующие опухоли и клетки При раке толстой кишки Абсолютно не отражают системную опухолевый процесс Не отражают ни первичную опухоль Ну и тем более метастазы Которые нам более принципиальны В плане выбора тактики лечения В этой работе даже посмотрели чувствительность Крего-рафенибу и вему-рафенибу При колоректальном раке Если были мутации в генах БРА в цоках А там они встречаются чаще Оказалось, что опухоли К тирозинкиназным ингибитором клетки Были чувствительны Нежели практически таковой не наблюдалось В первичных опухолях и метастазах Но есть некоторые позитивные моменты Но сначала они были негативны Потому что пытались Понятно, что если в крови найти Циркулирующую опухолю клетки здорового человека То понятно, в норме их не должно быть Значит, где-то есть опухоль То есть этот метод можно применять Как некий неинвазивный маркер в скрининге И действительно, даже при аденомах Клетки могут попадать в кровоток Их тоже можно зафиксировать Но когда применяли этот пресловутый селсёч То обратите внимание на эту таблицу Вообще, ну очень трудно заметить Хоть один случай А их здесь на самом деле два Позитивных по циркулирующим опухолевым клеткам При ранних стадиях болезни При первой и второй стадии рака толстой кишки То есть селсёч как таковой здесь провалился Когда применяли другие методики Которые говорил Максим Леонидович Которые уже комбинировали Иммунохимический вариант И физические свойства клеток То есть по размеру их удаления Это была работа из Чехии Они доказали, что действительно То, что они выделяют Является опухолевыми клетками Их размножали и уже смотрели Но когда они посмотрели при ранних стадиях Оказалось, что их метод работы Чувствительность выявления опухолей Ранних стадий Первой и второй стадии Находятся на уровне 70-92% То есть уже некоторые позитивные моменты пошли Другой вариант уже Южнокорейских авторов Они разработали также Собственную комбинированную методику Выделения циркулирующих опухолевых клеток При раке толстой кишки Это их была первая работа Они показали, что действительно Можно выделять циркулирующие опухоли в клетке И при аденомах толстой кишки И при злокачественных опухолях Показав довольно значимые результаты И они пошли на довольно крупные исследования Можно сказать, что это была бомба Позапрошлого АСКО-ЖАИ Когда они представили свои результаты По оценке Более 600 людей Оценки выявления циркулирующих опухолевых клеток У здоровых добровольцев У больных с известным наличием Аденом толстой кишки И у больных раком толстой кишки Еще пока не удаленным И здесь представлена методика Она также комбинирована Учитывает и физические свойства Циркулирующих опухолевых клеток Их отличие от обычных Циркулирующих в крови клеточек И, конечно же, маркеры Кроме того, в регрессионную модель Они вставили еще и такой показатель, как возраст И обратите внимание, что получилось Для всех опухолевых поражений кишки Они доказали чувствительность На уровне 84% своего метода выявления Опухолевого поражения Специфичность 97% Если говорить об аденомах, 76%, 97%, соответственно Если по злокачественной опухоли толстой кишки 86%, 97% И если сравнить эти показатели С теми методами, которые уже зарегистрировали Неинвазивными, будто метилированный Септин-9 в кровушке Либо это ДНК в скале Либо же это классический фит То мы видим, насколько отличается данный тест По чувствительности и специфичности Тем, которые зарегистрированы Они, наконец-то, в этом году нашли спонсоры Запустили уже большое популяционное исследование Поперечное, чтобы доказать Что на популяции людей Которые нуждаются в проведении скрининга Рака толстой кишки Их метод сработает по сравнению с классическим фитом И в качестве контроля будет колоноскопия И, надеюсь, возможно Именно вот в этой популяции больных Соки выиграют Если говорить о прогнозе На самом деле, очень и очень противоречивые данные Касаемого рака толстой кишки Если возьмем молочную железу Мы видим, что проведение, например, наидювантной терапии Исследования с наидювантной терапией Четко показали, чем больше соков вы выявляете Тем хуже выживаемость пациентов Но при этом в процессе наидювантной терапии Почему-то количество этих соков не менялось И это никак не коррелировало С клиническими морфологическими данными Характеристиками пациентов При раке толстой кишки, да, пытались найти с помощью СОЛЧОТ Прогностические данные При ранних стадиях, не метастатических Сначала котов был 5 клеток Потом он уменьшился до 3 клеток Вообще при толстой кишке Вероятность выявления циркулирующего обхлета Крайне морла Поэтому здесь такие очень небольшие цифры 5-3 Но когда собрали уже все эти исследования Метаанализы Они показали, что да, есть при нерезиктабельных стадиях Прогностическое значение соков Как в отношении выживаемости без признаков болезни Так и в отношении общей выживаемости Но что интересно Они были более прогностически значимее Чем, например, диссиминированные опухолевые клетки А это клетки, которые мы, например, находим в костном мозге Они называются не соками, а диссиминированными Те провалились Но так или иначе Было полно работ, подтверждающих это Но я хотел привести только одно Начали появляться работы Проспективные оценки прогностического значения соков при кишке И здесь сравнили с такими маркерами, которые мы применяем РЕ, СА19-9 и уже более новые маркеры циркулирующих опухолевых клеток Это при метастатической болезни Обратите внимание Независимым прогностическим влиянием Оказывалось влияние СА19-9 и циркулирующих опухолевых клеток И циркулирующих ДНК Но никак не циркулирующих опухолевых клеток Никакого прогностического влияния для метастатической болезни это не несло Но вот такие проспективные работы необходимо ждать Ну и завершающая часть Это можно ли под соком предсказать Будет или нет эффективна терапия То или иной Влияет ли это на выбор терапии метастатического колоректального рака Если опять же взять молочную железу Прекрасная модель того, чтобы доказать Что соки не являются предикторами эффективности той или иной терапии Это известная работа Проспективные оценки изменения терапии В случае неадекватного снижения соков в процессе первой линии лечения И оно абсолютно закончилось никоим образом Прогностически, да, доказали Соки имеют негативное воздействие Но на выживаемость изменения терапии В зависимости от динамики соков Никаких изменений не привлекло за собой Абсолютно одинаковые графики Даже посмотрев по типам Никакого эффекта не было Но так как исследователи все-таки хотели Чтобы это было позитивное исследование Они увидели тенденцию, что при HER2-позитивном Будет какой-то эффект Если посмотреть на работы при толстой кишке Их намного меньше, они небольшие И опять же дают очень противоречивые данные Например, работа японских авторов Которые показали, что если больные получали Сетуксимаб Были нечувствительными к нему И в дальнейшем им был назначен панитумаб То в случае, если у вас количество циркулирующих опухолеклеток Было менее двух в одном миллилитре Они лучше отвечали на панитумаб Нежели те, у которых было больше таких клеток Однако на общую выживаемость Это никак не сказалось Опять же, японцы показали зависимость Частоты встречаемой выделения Циркулирующих опухолевых клеток Уровня выделения циркулирующих опухолевых клеток И эффективности Регарафениба Они такое нашли Но я могу сказать, что скорее это связано Просто с объемом поражения опухоли Потому что если взять Ретроспективные анализы Проспективно проведенных исследований То в качестве факторов Определяющих большую вероятность Длительной контроля болезни Нерогарафениб В обоих из этих исследований Был число органов пораженных метастазов Минимальное проявление по органам метастазов Собственно, суррогат Чего и являются циркулирующие опухолевые клетки Влияние циркулирующих опухолевых клеток Был доказан неблагоприятный эффект прогностический Однако, что интересно На эффективность терапии Никоим образом уровень циркулирующих опухолевых клеток Не оказывал Частота объективных эффектов Была одинакова Независимо от того, сколько вы циркулирующих опухолевых клеток Выявляли И независимо от того, какая динамика Их была в процессе терапии Снижались, они повышались Или оставались на том же уровне При этом, скорее всего, это связано с тем Так как здесь применялся СЭЧ-СЕЧ То на фоне Бевоцузумаба снижается экспрессия Определенного изоформы этого ЕПКАМа Мы видим это по результатам данного предклинического эксперимента Соответственно, применение СЭЛСЕЧа В качестве метода отбора циркулирующих опухолевых клеток На фоне Бевоцузумаба Конечно, не является адекватным Но и заканчивать хочется тем Новыми исследованиями, которые были опубликованы в этом году Напомню, у нас есть очень такой интенсивный режим Я уже, по-моему, третий раз за сегодняшний день Показываю этот слайд Исследование ТРАИП Фолфоксири-Бев против фолфери-Бева в первой линии Мы знаем, фолфоксири улучшает частоту объективных ответов Увеличивает продолжительность жизни на всей популяции больных Также мы знаем, что он эффективен исключительно при правосторонней локализации опухоли Мы видим по этим графикам При левосторонней локализации он ничем не отличается от фолфери с Бевоцузумабом Но в этом году исследователи представили, опять же, итальянцы Возможность дифференцированного подхода на значение химиотерапии у больных с неблагоприятным По их пониманию опухолью толстой кишки А именно если у них выявляется более трех циркулирующих опухолевых клеток в миллилитре Вот таких больных отбирали для первой линии лечения И рандомизировали на фолфокс Бевоцузумаб и фолфоксири Бевоцузумаб Да, они увидели улучшение выживаемости без прогрессивного случая назначения фолфоксири с Бевом Но никаким образом это не коррелировало с улучшением общей выживаемости Или частотой объективных ответов То есть, по моему мнению, это исследование негативно Кроме того, у нас нет и контрольной группы Когда мы используем для оценки предиктивных свойств маркера То есть нужно было еще в группе с менее тремя циркулирующими опухолевыми клетками Также больных рандомизировать И тогда бы вы подтвердили какие-то предиктивные свойства Но на самом деле вот эти данные никаким образом не приведут к изменению тактики введения больных Кроме того, вы можете найти прекрасный обзор 2018 года Который также изучает возможности цока в качестве предикторов на фолфокс Бевоцузумаб и так далее Но самые авторы этой работы приходят в итоге к выводу Что не рекомендовано клиническому применению в настоящий момент Применение циркулирующих опухолевых клеток в нашу популяцию Но меня учили заканчивать презентацию неким позитивным моментом Потому что все негативное, негативное исследование И удалось найти такое позитивное исследование На самом деле оно было связано... Практически да И оно не связано никак с химиотерапией То есть больных после операции первой-третьей стадии лечения колоректального рака Если у них был высокий уровень соков Смотрели, как изменяется уровень соков в процессе Если пациенты либо слабенькой физической активностью Либо очень активны физически Оказалось, что если вы просто активно двигаетесь в течение недели То это значимо снижает уровень соков в вашей крови И соответственно улучшает показатели выживания Но опять же стоит вопрос, зачем тогда определять соки Давайте все активно двигаться Спасибо за внимание Спасибо, Михаил Юрьевич Прекрасная презентация Прекрасный доклад По крайней мере мы можем разобраться Это миф и реальность У нас на дискуссию мало времени остается Но если есть какой-то вопрос в зале Да, пожалуйста, конечно, задайте Сзади, сзади, сзади вас Впереди Спасибо большое за сообщение Скажите, пожалуйста, если рассматривать Циркулирующие опухолевые клетки Как фактор рецидива Предиктивный фактор рецидива После проведенного радикального лечения То были ли какие-нибудь в исследованиях Выявлены или изучались Корреляции, ассоциации С патогистологическими характеристиками опухоли С иммуногистохимическими Может быть, стволовость Маркеры стволовости Эпитеринального мезинхимального перехода И, ну, ТНМ Может быть, классификация ТН Опять же, зависит от того метода Который вы использовали Чаще всего использовался салсёч И, в принципе, корреляц можно было найти Соответственно, с опухолями Больше локализации Большего объёма Т4 Либо же правосторонней локализации Там чаще бы являлись соки Но, опять же, это никаким образом Мы не знаем, как нам Не назначать одевант Назначать одевант Мы всё равно назначим одевант Если есть определённый клинический фактор В этой связи лучше, конечно, маркёром По крайней мере, из предсуществующих Являются И которые пойдут, возможно, в клиническую практику Это циркулирующая опухолевая ДНК На прошедшем МАСКО Как раз был совокупный анализ Трёх исследований Которые провели австралийцы Как раз по изучению предикторных свойств Точнее, прогностических взводов циркулирующей опухолевой ДНК После вторых стадий и третьих стадий лечения После метастазоктомий И в данном случае было чётко показано Независимо от клинических факторов Если у вас ДНК позитивна Она бывает позитивна не так часто Как, например, сроки или неблагоприятные факторы Риск прогрессирования крайне высок Там hazard ratio различается в 18-20 раз И, соответственно, здесь Причём независимо от того Были какие-то негативные факторы прогноза Там Т4 или Т1 Или перфорация, или не перфорация Или лимфоузлы, лимфоузлы А сам факт выявления этого Конечно, будет интересно проведение И уже, наверное, идут исследования Когда при отрицательном Ниже инсфериле исследования Что при отрицательных значениях Циркулирующих ДНК больных Рандомизируют на одевант Или наблюдение При осложнённых формах Когда бы мы всем назначили одевант Этот маркёр в данном случае Займёт, скорее всего, вот это место В качестве трезектабельных стадий Очень интересные данные Под соком в скрининге Очень интересные И как неинвазивный тест Если он действительно подтвердится В большем популяционном исследовании Тоже нам ведётся практик То есть для каждого метода Для каждого Суррогата опухоли Будь то цоки Будь то ц ДНК Найдётся, думаю, место В клинической практике В будущем Спасибо большое А можно ещё уточнение Если при обнаружении Циркулирующих Полевых опухолевых клеток Были ли какие-нибудь изменения Иммоногиста химически Первичного очага Допустим, уменьшение экспрессии Екатгирина Повышение виментина Вот такого плана Таких исследований не встречал Мы знаем, что в ЦОКах Эти как раз Говорил Максим Леонидович Как раз эти Данные по ЕМТ И стволовости Экспрессии Различные зебы Твисты и так далее Они выше, нежели В первичной опухоли И метастазах Но сама по себе Опухоли меняют Опухолевые клетки Меняются, когда уходят В кровоток Это типично И они отличаются От первичной опухоли И метастазов И нам, собственно Никакую информацию Кроме биологии В каких-то Биологических аспектах Канцерогенезе Каких научных составляющих Нам пока не дают Но они же могут быть Обратно зависимы То есть снижение Екатгерина И там мезинхимальные маркеры На опухолевой стволовой клетке Здесь снижение Эпитериальных свойств А там повышение Мезинхимальных Возможно Надо посмотреть Я не встречал Такие работы Когда готовился Сейчас скажу Максим Леонидович Вы добавить Ничего не хотите? Может, комментарий? Я хотел добавить Что на самом деле Не совсем такие исследования Они проводились на животных Но очень неадекватные модели Всегда выбирались Это вот большая беда Преследование циркулирующих Опухолевых клеток Это то, что Те модели Которые лежали в основе Вот наших сейчас Оценок, прогнозов Они мелкие животные Это, как правило Графты И Ну Действительно Мало информации И вот все, что Касательно первичной опухоли Корреляции Это все животные модели Ну Так вот Спасибо Продолжение следует... Продолжение следует...